Прямо сейчас хочу предоставить широкой аудитории видеоматериал из документального фильма «Футбольные войны» о том, сколько зарабатывали футболисты сборной СССР во время своих международных матчей. Анонсирую очень интересные воспоминания Олега Блохина, Ёжи Фасабо, Реваза Дзодзуашвили, Владимира Бессонова, Владимира Капличного, Леонида Буряка, Игоря Шалимова и Вагиза Хидиатулина. Плюс я вставлю свою мелочь в видео на резкие интервью. Итак, слушаем, удивляемся, что-то новое для себя открываем, а потом горячо дискутируем в комментариях. Поехали! Были такие моменты, но я не буду называть фамилии, когда я там не забывал Галы, то старики может шутку, может нет. Они говорили, ну ты вернешь нам премию, которую мы сегодня не заработали, потому что ты не забил. Я стоял в душе, плакал, откуда взять эти деньги. Ой, вы знаете, давайте не будем говорить насчет заплатили, потому что в то время давали такие деньги, что, в общем-то, сейчас и говорить об этом. Тогда, вам не секрет, за каждую страну давали 85 инвалютных рублей. Неважно, ты месяц в стране или один день, тебе положено 85 инвалютных рублей и все. Честно говоря, было очень, очень, ну это больно в душе, когда ты смотришь, приходишь, вычитаешь, видишь, что игроки сборной, те же тогда польская сборная была или, например, не говоря уже о капиталистических, да, смотришь на них и они обеспечены на все. А ты обязательно должен что-то спекулировать, чтобы прожить потом, после футбола. Ну, в основном, тогда аппаратуру, тогда, тогда, сейчас же аппаратуры много, тогда это было, дефицит, там, те же джинсы возили. Ну, в принципе, тогда было модно магнитофонные, машинные магнитофоны, они хорошо продавались. По заказу, ну, такой список был, да, этому, это, этому, это, этому, камеру, этому, там, магнитофон. Ну, я не за один раз, потому что денег таких-то не было. Когда мы выиграли первый кубок кубков, нам заплатили, дай бог не соврать, наверное, с Францвардшем в 75-м году, ну, долларов 400 или 500. Да. Мы не знали, что с ними делать. Давали за рекламу, тихо давали, да, где-то 100-200 долларов, тысяча долларов, если ты сыграешь, с бутцами Пума, и это, закрывали на это глаза, видимо, уже, потому что невозможно было. Вот за это, за это, за это жили, ну, ребята, многие этими деньгами купили машину «Волга». Вот это было самое большое богатство из Мексики или, например, с Англии, то, что привезли футболистов. Вот, откровенно говоря, ехал через Болгарию, я купил за 70... Одну, это самое, уединённую единицу, ну, в смысле, за доллары, я купил дублёнку. Класснейшая, ребята. Ну, тогда дублёнки были в моду, ну, в смысле, в моде. Блин, я думаю, а как же я с ней приду, я взял отдел на себя, а мы почти что весной уже, такой хороший, весной, я и проехал. Ну, допустим, в 82-й год я привёз видеомагнитофон. Я его привёз, но дело в том, что к нашему телевизору он не подходит, ничего не показывает. У меня была следующая, как говорится, повестка, или если будут деньги, купить телевизор, чтобы показывал видеомагнитофон. Купил телевизор, потом мне надо было кассеты, а кассет нету. Вот представьте себе, вот я приезжаю, допустим, в Севилю, так, это Испания, так, это турнир просто, и мне предлагают миллион долларов. Это, это правда. Мне предлагают миллион долларов, останьтесь в Севиле. Что я могу сказать? А я не могу ничего сказать, потому что у меня родители дома, ещё живы, потому что их загонят, правильно? У меня папа, мать, ко мне с подольком. А их же потом к ним поедут, их загонят, блин, замажай, извините, пожалуйста. Вот это для нас было страшно. Ну, я думаю, это судьба. Я бы, наверное, не поменял то время на это время, потому что в том времени свои прелести, в этом времени свои. Эти футболисты никогда не поймут, что такое каждая игра сто тысяч людей. Когда ты трогаешься на машине, хочешь уехать со стадиона, её несут, ты не можешь ехать. Я не могу, я долго бы, долго бы думал, в каком поколении оказаться, играть. Сейчас скажи, этим ребятам, которые играют, наверное, в футбол, они не поверят, что за 500 долларов кубоку ты играл, понимаете? Когда я попал в чемпионат мира, разные же слухи ходили, сколько люди зарабатывают. Ну, сборная, всё-таки такая страна. Опять же, повторю, это вторая тема, которая меня интересовала. У меня было главное попасть в чемпионат мира и, может быть, сыграть там. Но всё равно где-то там вторая мысль была, ну, сейчас заработаем. В следующем месяце получилась работа, вместе с чемпионатом мира, ну, тяжёлая работа, напряжённая. Ну, я сыграл, как бы, две игры, одну из которых мы выиграли. В итоге я за всю эту работу получил 100 тысяч лир. Это на то время было бы где-то 60 долларов. Да, товарищи, ставшие после событий 1991 года господами, панами и другими сябрами. Зарабатывали футболисты сборной СССР и ведущих клубов Союза за свои международные матчи не так много, как сейчас. Да, крутились, как могли, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, которая бы соответствовала их статусу футболистов сборной СССР, звёзд советского футбола. Для этого приходилось фарцевать или, попросту говоря, спекулировать и перепродавать купленные за рубежом вещи втридорого. Ведь в советские времена джинсов днём с огнём в магазинах не сыщешь. Это, например, я имею в виду фирму, а не брюки по 7 рублей. Магнитофоны из Абуград также ценились выше, чем советские аналоги, особенно кассетники. Не говоря уже про видеомагнитофоны. Да и вообще, вся бытовая техника до стиралок и пылесоса включительно была лучшей из-за рубежа. Реалии советской жизни научили футболистов крутиться, покупать, продавать с выгодой, превратив многих в барыг. Поэтому и неудивительно, что с наступлением Горбачёвской перестройки игроки с каждым годом всё более настойчиво защищали свои права, прежде всего в материальном обеспечении, которое им полагалось. Денежные выплаты в частности. Очень показателен в этом плане скандал сборной СССР, который разгорелся на итальянском чемпионате мира в июне 1990 года из-за выплаты за рекламу. Снова предоставляю слово игрокам сборной. Понятно, что мы на чемпионате мира выступили неудачно. А говорить о каких-то премиальных и премировании игроков, потому что вы были на чемпионате мира, мы даже вопрос не понимали. Мы, грубо говоря, облажались. Теперь возникает другой вопрос. Хорошо. Но так же не может быть. Те спонсоры, которые финансировали сборную команды СССР, а это был, например, Чититроник фирмы, компьютерная фирма была, какую-то сумму уже она вложила, майки, которые мы носили, которые представляли этот Чититроник на протяжении всего чемпионата мира. Какие-то деньги нам должны? Да, должны. Где эти деньги? А вы что, выиграли что-то? Я говорю, ты понимаешь, мы проиграли, мы виноваты. Нам не надо премиальные, которые там стояли, премиальные, если выйдете из группы, если там пройдете. Стояли. Ну, за рекламу тоже, пожалуйста. Мы же рекламировали. Ну, в общем-то, добились. Дали нам эти несчастные 10 или 19 тысяч долларов, если не помню, которые мы разделили поровну между всеми игроками. Да, помню прекрасно тот скандал, как мы, болельщики, сначала недоумевали, мол, вот зажрались игроки сборной. Раньше за честь страны играли, а теперь у них только гроши перед глазами. Деньги им подавай при любом результате, неважно, проиграли или выиграли. Но потом, когда разобрались с ситуацией, ведь в средствах массовой информации уже высказывались не только представители власти, но и те, на кого они катили бочку, стало ясно, игроки сборной СССР правы, и уже их большинство поддерживало. Вообще, как относиться к сказанному в этом ролике игроками сборной Союза разных времен, дело каждого отдельно взятого индивидуума. Уверен, у вас, посетители моего ютуб-канала Футбол Витсаныча или Футбол Сан сокращенно, на этот счет будут самые разные мнения. Благо, среди моих подписчиков много людей со своими взглядами на жизнь и произошедшие события порой кардинально противоположные друг другу, что и очень хорошо. Жду жарких дискуссий по поводу заработка футболистов сборной СССР и вообще денег в их и нашей жизни при Союзе. Тоже, кстати, уважаемые подписчики моего канала и его гости, делимся своими воспоминаниями про советские времена по заданной теме. Там, сколько вы зарабатывали, ну и так далее в этом плане, как фарцевали, если это было. С вами был Саныч, до новых встреч!